В этом месте впервые была испытана первая атомная бомба. Дурак, ты серьезно хочешь туда зайти? Ядерные отходы хоронят. Что-то мифы, как заключение дают, что в следствии полегона. Какую-то ужасающую историю, как вот хотят здесь найти каких-то людей-мутантов. А ищут, да? Дамы и господа, добро пожаловать в аэропорт города Семей. Температура у вас в аэропорту 29 градусов. Мы по-прежнему в аэропорту Семей. Мы прибыли в Семей и отправляемся в Курчатов. Когда-то этот город был центром Семипалатинского полигона. На протяжении двух дней мы будем жить в гостинице на окраине города. Этот отель – настоящий музей советской эпохи. При желании здесь можно снимать кино про времена СССР. Этот парень здесь сидел уже, когда я пришел. Откуда ты? Идер Султана. В двух шагах от этой гостиницы целый район с развалинами. Это место тоже идеально подходит для съемок грустного, а местами может быть даже страшного видео. Вот так вот. Ну действительно, кто-то написал «Космос». По-другому ты и не назовешь. Турар, ты серьезно хочешь туда зайти? Да. Смотри осторожно. Да? Прям на Иртыш? Ого, действительно. В интернете можно найти, например, вот такие кадры из Курчатова 90-х. После развала Советского Союза жизнь Курчатова изменилась в один момент. Из города выехали тысячи военнослужащих. Сейчас этот город постепенно восстанавливается. Пустующие дома ремонтируют, в квартиры заселяют людей. Главное место досуга – площадь с фонтаном. Вот что сами жители Курчатова говорят о своем городе. Живется хорошо, хороший город. Город постепенно приобретает жилой вид. Ну вот я лично как пенсионер живу как при коммунизме. Пошла, пенсию получила и все, что хочу, то покупаю. Отлично живем. Тяжело служить, конечно. Жизнь тяжелая. Ну просто, что мне не нравится, потому что он маленький. За 15 минут можно весь город облететь. Ну вот хорошо, хотя построили фонтан, красиво стало. Сам внешне ничего из себя не представляет, но сюда есть на заработки люди. Тут и шахты рядом, и такие организации большие, вот они здесь. Заработки здесь не приходят. Вообще нет ничего для детей и малолетних. А так в принципе нет, все нормально. Работа есть здесь? А работа дохватает? Работа? Относительно. Но тоже нехватка. Куда не кинешься, сложно попасть в какую-то организацию. Ну так вроде смотришь, восстанавливаются, что-то делают новое. Ну потихоньку делают. Ну вот дороги хоть сделали по-человечески, походить можно. Конечно же любопытно узнать, как они относятся к полигону, который расположен рядом с Курчатовым. А что-то я знаю, я сейчас ничего не понимаю. Это у кого-то у молодых. У молодых спросили. Ну что там ядерные отходы хоронят, что там радиации много. Что-то мифы, понимаете. Это двоякое мнение. Ну скорее всего да. Потому что, допустим, когда детки рождаются с какой-то патологией, то заключение дают, что в следствии полигона. Сотруднику Акимата Светлане Кайдаровой приходится очень часто иметь дело с журналистами и нередко с иностранными. Заезжих корреспондентов, говорит она, очень интересует тема полигона и радиации. Но не всегда репортеры находят здесь то, что ищут. К нам приезжают люди, чтобы увидеть здесь какую-то трагедию, они этого не находят. Буквально совсем недавно у нас были представители других стран, очень много международных СМИ бывает. Общее их впечатление – мы ожидали увидеть что-то страшное. На самом деле этого страшного они не видят. Какую-то ужасающую историю, как вот хотят здесь найти каких-то людей-мутантов. А ищут, да? Ну, бывают такими. Этого нет. Мы тоже решили побывать в роли, так сказать, ядерных туристов. Вместе с сотрудниками Национального ядерного центра мы отправляемся на площадку «Опытное поле». В этом месте впервые была испытана атомная бомба в 1949 году. Чтобы подобраться к эпицентру первого взрыва, необходимо надеть специальную одежду. В этом месте впервые была испытана первая атомная бомба. И вот нам выдали вот такой вот костюм. Это обязательно обмундирование, потому что здесь все-таки присутствует небольшое превышение уровня радиации. Но, как нам говорят, что на самом деле уровень радиации, который находится здесь, он сопоставим с уровнем радиации, которую получают пассажиры самолета рейсом Астана Алматы. Вот эти большие бахилы нужны, чтобы не унести на свои обуви остатки земли с радиацией, так называемые харитончики. Вот они, темные, оплавленные куски почвы. Но есть здесь и другие интересные объекты. Тротиловое озеро. Получается, Тротиловое озеро получило название в честь того, что был подрыв тротила. То есть это не ядерное образование, то есть просто большой объем тротилового заряда. И метро, копия станции Московского метрополитена. Это в каких годах, интересно, построили они? В 60-х, да? Получается, первый взрыв был в 1949 году. За два года до этого сделала вся инфраструктура. А, за два года сделала. Сразу после войны, что ли, начали? А еще на полигоне есть опытное хозяйство. Там проводят эксперименты на животных. Все эти специалисты ведут исследования. Конечно, цель которых выяснить, можно ли передавать земли полигона для сельского хозяйства. Вы изучаете вопрос, как передается ли радиация, да? Да, переход радионуклидов в органы животных, в мясную продукцию. Также молоко, яйца. Передается в итоге? Конечно, да, передается. Возвращаемся в город или, как говорят местные исследователи, на берег. По дороге беседуем с еще одним исследователем, Михаилом Бахтиным. Он родился в Курчатове, как дозиметрист, часто пешком ходит по полигону и даже уезжает сюда с ночевкой на несколько дней. К распространенным страхам о влиянии этого места на жизнь людей в Курчатове он относится скептически. Всю свою жизнь, сколько я прожил, знаю людей, знакомых, я ни разу в жизни не встречал, чтобы у человека были какие-то изменения, даже болезни какие-то страшные, которые можно было связать именно с полигоном. Ежегодно 29 августа по всей стране отмечают закрытие Семипалатинского испытательного полигона. По этому поводу проводят собрания, шествия, форумы, много говорят о масштабах трагедии, рассуждают о том, сколько еще поколений будут ощущать на себе последствия тех испытаний. Но интересное наблюдение. Вот приезжаешь в Курчатов, казалось бы, центр бывшего полигона, общаешься с местными жителями, а страха никакого нет, и люди ведут себя спокойно, живут своей размеренной жизнью и беспокоит их не столько радиация, сколько вопроса благоустройства города и другие житейские проблемы. Ну, надо, чтобы город немного разлился, например, пару кинотеатров, чтобы в день быть можно было проводить время. А здесь кинотеатра нет сейчас, да? Нет. А вот если вы кино хотите, вы куда-то едете? Да, в семей. Озеленять по-человечески надо. Все деревья подпиливали, деревьев нету. Охот выйти с ребенком, посидеть под деревом. Вот здесь вот если на другие аллеи выйти, они лысые, деревьев нету, в нигде не посидишь. Даже детей некуда сводить там, просто прогуляться там. С дня ямы, типа, люди начинают пить из-за того, что некуда сходить, а детей некуда сходить. Поняли то, что выделили 27 миллионов на поле. Ну, наверное, что мы сделали поле, крытое там все сделали, все это поставят. Стадион. Сказали, что уже в этом году будет построено. Задали вообще в прошлом году. И все, до сих пор даже, да, только сетку на ворту поставили. За 27 миллионов. А деньги не знаю где. Ну, что, ничего не сделали. Обеспокоенность школьника мы передали представителю городского акимата. Она пояснила, что действительно предполагалась реконструкция стадиона, но проект в полной мере пока реализовать не удалось. Реализация проекта будет проводиться поэтапно. На сегодняшний день проведен конкурс по приобретению футбольного покрытия на 15 миллионов тенге. Остальное будет приобретено в следующем году. В настоящее время в Курчатове новый аким. Все жители возлагают на него свои надежды. Предыдущий аким ушел из жизни в апреле этого года. Он скачался на 44-м году жизни после продолжительной болезни. Впечатления двоякие. Первое. Очень много домов без окон без дверей. Брошенных домов призраков. Второе. Очень много замечательных людей. Третье. Новый город. Вот как чирикают кузнечики. Спасибо, что смотрели это видео. До новых встреч в других местах. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова